Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять Павел Дмитриев, и я хочу рассказать вам о небольшом нюансе в нашей жизни, особенно для тех, кто эмигрировал в разные страны мира. Я хочу вам рассказать про образование. Образование – это очень важный момент в нашей жизни, без которого многие прожить не смогли. Ну, а с другой стороны, многие без образования достигли просто неимоверных вершин. У меня, например, не получилось без образования достичь чего-либо, мне пришлось учиться, платить огромные деньги за то, чтобы получить качественную информацию. Но в то же самое время я хочу спросить вас, чтобы вы задали себе вопрос. Вот те, кто эмигрировал и имеют одно, два, три, четыре, пять образований высших, спросите себя, вот в данный момент это образование зарабатывает ли вам деньги? Или можете вы использовать это образование для того, чтобы прокормить свою семью, себя и сделать вашу жизнь счастливой? Для многих ответом будет нет. Почему? Потому что вообще-то по статистике многие люди, больше половины в этом мире сейчас, в данный момент, 2016 год, не пользуются тем образованием, которое они получили. Интересно, не знаю, хорошо это или плохо, но вот это факт. И теперь, смотрите, еще такой нюанс. Многие знают, что, например, в Америке, в США, как говорили у нас на Брайтоне, для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, нужно кончить на доктора. Нужно кончить на адвоката или там на программиста или еще на кого-нибудь надо обязательно закончить университет или школу или колледж. И для того, чтобы это сделать, нужно потратить, опять-таки же, много лет, от 4 до 8, у всех по-разному. И взять на себя долг, например, в 250-300 тысяч долларов. Это, кстати, не шутки. Для того, чтобы получить полноценное образование врача, если у вас нету папы и мамы с огромными деньгами, вам придется взять на себя такой долг, который вы не можете списать, не можете даже банкротство подать, но вам придется его всю жизнь выплачивать. Теперь доктор, врач, например, или адвокат, который закончили университет. Первые 5 лет выплачивают свою программу, за которую они заплатили, выплачивают долг колледжу, университету и так далее. И зарабатывать они начинают примерно через лет 5-6-7, у кого-то 10. Это зависит от знаний по маркетингу. Опять-таки же, возвращаемся к маркетингу, но потом. Так вот, смотрите, по статистике гильдии гипнотерапевтов в Америке успешные гипнотерапевты зарабатывают от 250 до 500 долларов в час. Запомнили? В час 500 долларов. А средний рынок говорит о том, что люди, которые занимаются гипнотерапией, профессионалы с опытом, зарабатывают от 100 до 250 долларов в час. По той же самой статистике в Америке, ну, не от гильдии гипнотерапевтов, а вообще по статистике, адвокаты зарабатывают от 200 до 300 долларов в час. Теперь подумайте и посчитайте. Сейчас возьмем все... Мы сейчас возьмем калькуляторы и посчитаем. Значит, пройдя тренинг в Американской Академии гипноза, через месяц, после обучения, вы начнете зарабатывать... Я не говорю, что вы начнете, это те, кто захотят, и у тех, у которых получится обучиться у нас, будут зарабатывать от 100 до 200 долларов в час. Так? Через месяц. Для тех, кто хочет стать адвокатом и врачом, вы можете обучиться в 8-10 лет, получить специальность, и тоже можете зарабатывать примерно такие же деньги. Вопрос. Сколько у вас лишней жизни для того, чтобы этим заниматься? Если вы, например, человек в возрасте, который уже получил образование по той же самой психологии, вы, например, врач с огромным опытом, вы можете обучиться гипнотерапии. Вот, например, почему ко мне приходят люди обучаться гипнозу, те, которые много-много лет проработали психологами? Потому что, например, в Америке есть такое понятие луп-холота, как дырка в законе, да? Вы можете обучиться у нас в Академии, получить сертификат и легально заниматься гипнотерапией. И также можете параллельно использовать свои навыки, которые вы получили много-много лет, 20 лет назад по психологии. Называться это, естественно, будет все гипнотерапия или НЛП, но вас никто не остановит и не заставит вас переучиваться на психолога, потому что у вас нету еще экстра 8 лет, чтобы получить диплом и потом начать зарабатывать те же самые деньги. 75-100 долларов, 150 в час, как психологи зарабатывают. Понимаете? Вот поэтому к нам приходят люди и получают образование, которое стоит в десятки или сотни раз дешевле, а приносит прибыли в десятки или в сотни раз больше и быстрее. Вот это я хотел сказать. Вот этот нюанс я упускаю. Естественно, это связано с сертификацией, это связано с образованием. Еще, кстати, хочу сделать такую заметку небольшую. По законам в Америке я не могу, не имею права гарантировать вам, что вы будете зарабатывать столько, столько, столько и так далее. Этого я не делаю. Но вы можете посмотреть на том же самом гугле, на интернете, позвонить просто по телефону в вашем городе гипнотерапевтам и спросить, сколько зарабатываете вы в час. Я хочу, например, бросить курить. Я звоню на первый же попавшийся номер телефона в гугле и спрашиваю, я хочу бросить курить, сколько это занимает, сколько это стоит. И вы будете знать, сколько реально люди, которые находятся в нескольких километрах от вас, занимающиеся гипнотерапией, зарабатывают прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. Поэтому спасибо вам за внимание. А для всех тех, кому интересен гипноз, я предоставлю вам тренинг, который вы можете пройти бесплатно. Записывайтесь на него. Ссылка где-то должна быть или вправо, или слева, или внизу. В общем, вы найдете. И я жду вас на тренинге. Спасибо за внимание. До свидания.